В 2018-м на гора с подземного рудника Удачный подняли около 2 миллионов тонн драгоценной руды. Строители сдали в эксплуатацию все запланированные объекты наземного комплекса и подземки, обновили горную технику, парк самоходных машин и буровых установок. Все это позволит в будущем выйти руднику на проектную мощность. На начало 2018-го года все объекты уже подземного комплекса, а также поверхностного, были сданы, построены и сданы в эксплуатацию. И в течение 2018-го года рудник работал исключительно по добыче руды и подготовке рудного тела к переходу на новую систему разработки в том числе. По результатам работы за год было добыто миллион семьсот восемьдесят четыре тысячи тонн руды. На такую производительность рудник еще не выходил, поэтому это было для нас своеобразным рекордом. При всем при том, что мы при наработке данной производительности увидели свои слабые места, что как следствие было дозаявлено дополнительное количество буровых машин, которые позволят обеспечить выход на проектную производительность. Также в 2018-м году мы полностью обновили парк самоходных машин. Это самосвалы, погрузчики, вспомогательное оборудование. Это машины для перевозки людей, в частности, для перевозки материалов, такие как ферриты, минки и так далее. То есть такие узкопрофильные машины. Ну и при работе на данной производительности мы увидели слабые места своих переделов. То есть, например, транспортная цепочка, в частности, магистральный конвейер. При эксплуатации в 2018-м году мы увидели его недоработку. То есть, был проведен, как следствие, ряд работ по замене роликов, замене магистральной транспортерной ленты, реконструкция перегрузочных узлов, так называемых ложных сбросов, погрузочных точек. Была увеличена производительность дробильных комплексов первого и второго. Там у нас установлены американские дробилки Телл Смит. Тоже все познавалось фактически опытным путем. То есть, проектное оборудование было построено, сдано нам. Но, чтобы вывести его на заданную производительность, пришлось провести ряд работ. Впервые мы испытали эксплуатацию второй, вентиляторную, которую запустили тоже в 2018 году, которая позволит обеспечивать подземный комплекс необходимым количеством свежего воздуха. Также этот объект был нововведен, но в 2017 году он не эксплуатировался, а в 2018 году мы его ввели в эксплуатацию и испытали. Ну и тем самым удостоверились в том, что все необходимые здания, капитальные узлы, это насосные, вентиляторные, колориферные, построены и соответствуют проектной заданной производительности. Еще у нас остался ряд работ по скиповому стволу, по весомовому дозированию, так сказать, так называемому, которое будет внедрено в 2019 году на отметке минус 611, что позволит увеличить производительность скипового ствола. То есть, что позволит нам, проще говоря, на доступном языке выдавать больше руды с подземного комплекса. Также, если мы уже коснулись 2019 года, в 2019 году мы получаем дополнительные буровые машины, которые позволят нам работать более производительно фирмы «Сандвик». Также получаем станок для обурения отрезных восстающих, для формирования компенсационного пространства. Фирмы «ЗСиди» китайские. Ну и дополнительно получаем вспомогательное оборудование. Все остальное, как я уже упомянул, у нас есть, отлажено, работает стабильно. И мы готовы развиваться для того, чтобы выйти на заданные параметры, предусмотренные проектом. Как известно, 90% любого большого дела – это подготовка. В нашем случае это проведение подготовительных горных выработок. До этого у нас не было проекта, у нас, соответственно, не было основания для подготовки рудного тела к переходу на другую систему разработки. В 2018 году мы получили проект, после чего была изменена схема нарезки подготовительных горных выработок для перехода на данную систему. И сейчас мы этим, начиная с этого года, мы занимаемся подготовкой уже по другой схеме горных выработок, под систему разработки с самообрушением, которая позволит нам значительно удешевить себестоимость нашей продукции, чтобы рудник был более рентабельным, более привлекательным. На 2019 год производительность рудника предусмотрена в объеме 2 миллиона 700 тонн. мы должны добыть в этом году. Как я сказал, всем необходимым оборудованием мы уже будем обеспечены буквально к середине года. Что же касаемо персонала, то здесь работа проделана очень большая. Не только мы, это и управление кадров, и наши кадровики, отдел кадров. Здесь очень много людей уже привлечено извне, переучено из имеющегося персонала на предприятии, работающего в городе, в городе, в других цехах. Но тем не менее, в свете того, что количество машин увеличивается, вы абсолютно правы, будет и увеличение персонала. Тем более, что это персонал высококвалифицированный, который во всей России, давайте скажем так, на вес золота. То есть это машинисты буровых установок, взрывники. И так как хорошие специалисты или специалисты высокой квалификации по данной профессии, они везде востребованы, поэтому к нам крайне мало, крайне сложно найти хороших специалистов. Да, уже много приехало, но какая-то определенная часть нам еще будет необходимо привлекать. Потому что по данной профессии не обучишь за три месяца, даже за полгода, год, чтобы получить квалифицированного мастера-взрывника, который способен заряжать скважину в наших условиях, 40-метровый механизированный, способ механизированной доставки взрывчатого материала или машиниста буровой установки, соло, это требуется, ну, по меньшей мере, года два-три, чтобы их обучить. И это был специалист высокого уровня, который не будет делать брак и позволит планомерно заниматься этой деятельностью стабильно, без всяких остановок, сбоев и так далее. Вот мастера-взрывники, машинисты буровых установок, скважинная двойка, машинисты буровых установок для отрезных восстающих, это тоже такое оборудование узкопрофильное. Я думаю, в России-то это рудников 10, максимум 20, на которых такие станки применяются. И, соответственно, и персонала в России не так много. Поэтому приходится часть обучать, а часть мы привлекаем извне. Но, тем не менее, эти специальности у нас получают достойную зарплату, и никто никуда не... Текучести кадров по этим специальностям у нас нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!